Привет, зрители! У меня тут посылка от Гринмамы, которая прошла еще в понедельник, но наша почта стабильно в понедельник не работала, я ее ждала во вторник. В понедельник я как бы собиралась в одно место и в любом случае бы не успела. Точнее, когда я проходила мимо, как бы в момент, когда можно было бы забрать, почта внезапно была еще на обеде. Короче, не суть, я ее только сегодня в среду еще забрала, потому что вчера внезапно у нас на почте был выходной. Нахрена вот эти все перестановки Вашены Панемата? Я вам ее мордой лица не покажу, потому что тут мой адрес. Нахрен он вам. Кому захочется мне послать что-то, то и до востребования сойдет, которое есть на канале. В общем, в этот раз Гринмама послала вот в таком вот виде ее. Я тут каким-то суперскотчем замотала. И теперь они с какой-то там компанией логистической работают. По-моему, это чисто, мне хочется сказать, отмывание денег, но на самом деле это, по-моему, пустая трата времени и денег, потому что сначала они отдают посылку какой-то компаной. Где-то вот мне пришла смс, я пошла по ссылке, регнулась на сайте, пыталась установить приложение к такой уныло АГЭ, что я, не успев еще попытаться добавить эту посылку, но зарегавшись в этом приложении, его ударила к чертовой бабушке. И поставила дизлайк, чисто сердечный. Короче, сначала они, ну и мне так приходит смс-ка, что вот посылка по весу три раза меньше, чем должен быть, я так охренела. На складе, ну на каком, наверное, складе. Оказалось, берется гринмама, трижды, четырежды перекупленная, хрен знает кем уже там, брат, сестры, мужа, жены, подруги, брата, дедушки, бабушки. Короче говоря, берется продукт из гринмамы, упаковывается в коробочку. Эта коробочка дается логистической компании, которая вообще как бы не при делах. Эта логистическая компания берет эту коробочку, обматывает скотчем, наклеивает бумажку, распечатанную из электронного варианта. Раньше на Алиэкспресс можно было что-то заказать, и недели три у вас там этот электронный номер почтовый будет висеть, а потом только еще одна почта придет. Теперь в России тоже такое возможно. Ну и в общем оно как бы отправляется этой фирмой на почту, а потом уже почта доставляется. Я еще так подумала, я забыла, как это называется, такая аббревиатура странненькая. Я думаю, у нас же только в Рашке одна почта России. Тех, кого бомбит от слова Рашка, пойдите нахрен с моего канала. И не срите мне в каменты свои по поволью. Короче говоря, о всех остальных, welcome to hell дальше. Так охренело, думаю, как оно доставляется-то будет. У нас же нет базы выдачи этой фирмы, которая занимается этой доставкой. Но внезапно оказалось все намного проще. Это сменили шило на мыло. Я не знаю, нахрена это гринмаме, что сначала они вот... Ну, вместо того, чтобы тупо донести до почты, они на какой-то хрен связываются с перекупщиками, можно сказать, другие руки и дальше. В общем, вот я тут эту пленочку скотчевую отрезала. Достань меня, если сможешь. О, оно тупо липкий. Может, чуть подальше отодвинуть этот самый и опустить его. Во. У меня как-то было дело, что человек просил снимать лицо экран. Ну, я так подозреваю, что мне вообще саму не напрягало несколько снимать лицо экрана. И... Мне было удобнее вот так. А человеку было плохо видно. Я не знаю, я проверяла даже на своем маленьком телефончике, еще предпредыдущий, который умер там года два назад своей смертью. Все прекрасно видно, даже мне очкарику. А у меня зрение такое, я думаю, мало сейчас у кого такое. Либо оно совсем никакое, либо намного лучше, чем моё. Минус 13,5. Ну, и, короче говоря, меня так напрягало, потому что надо было как бы вставить что-то. Ну, допустим, вот ножницы, да. Я вот сейчас их нормально держу, и мне самой как бы понятно видно. Но я, конечно, на полдиоптере меньше очки взяла. Я вспомнила, что у меня те были все-таки на минус 5,5. Я сейчас смутно это вижу, но не настолько четко. Короче, вот так вот я держу, мне удобно, и в камеру это все видно. А тогда было лицо, экран, и некоторые продукты были больше, чем моё лицо. И как это вставить, мне это очень дико напрягало на самом деле. Но последние пустые баночки прошли на урай, мне никто не сказал, что что-то там как-то не так. Вот, смотрите, прикол. Я снимаю эту хрень. Сейчас я ее... Они ведь как бы платят еще этой фирме, которая вот это все пересылает. Потому что дальше... Вот оно. Обклеено скотчем GreenMama. Здесь у нас наклеечка, посылка от такого-то товарища, который сейчас этим всем владеет. И мой как бы адрес. Ну и номер заказа. Я его вам не покажу. И тут 25387. Это, видимо, может какой-то номер... Да, вот это номер моего заказа. Короче, вот. Вот на... Какой половой орган так делать, я не знаю. Ну, может у них лишние деньги, хз. Но я не понимаю этого прикола. Тут у нас эта пленочка со скотчем коричневым. Внутри бумажка с моим адресом. Кто мой постоянный зритель на меня подписан или хотя бы тупо мониторит, хоть и не подписан и в каментах при этом. Есть такие люди, которые мне говорят, ой, знаешь, эти два года смотрю, но ни разу не каментила. А потом спрашивают, слушай, запиши что-нибудь ССБ лучше в АСМРе. Кто себя узнал, не бомбите, пожалуйста, в каменты. Я ничего плохого про вас не говорю. Я вполне к вам нормально отношусь, даже если вы считаете иначе. И сами меня не особо любите. Ну, короче, те, кто на меня подписан или хотя бы периодически лазать, если на колокольчик забыли нажать, но подписались. А если подписались и на колокольчик, нажались, то ваши в ажуре видели этот фонд, где я писала, что у меня у подруги было день рождения, и вот она захотела кое-какие средства Гринмамы. Она, в принципе, одно из них стабильно раньше брала. А я себе захотела заказать кое-что, которое было конкретно новое. Что-то новое, но не настолько новое, как то новое, которое совсем новое. Ну и, в общем, я сделала заказ. У меня был какой-то код бонуса. Я в сети тупо забила, и там 15% раскидка началась до определенного срока жизни действующей. А потом, значит, там у меня была 15% карта клиента, и еще были какие-то 30% на минус заказ, если вы берете новое средство, которое Гринмама выпустила. Это как раз жидкое мыло. У них раньше было жидкое мыло от Дениса Зарнин. В общем, вот так вот оно утрамбовано. Тут у нас очередная бумажка. Я уже 125 раз говорила, если вам интересно, расправляние вот такой бумажки, потому что у меня таких бумажек довольно прилично, то дайте знать комменты, я запишу АСМР. Но так как пока никто ничего не вякнул, то я вот сейчас подкладываю такую вот, которая побольше бумажка на кухне под ноутбук, когда там работаю, либо скандретью, либо монтирую. Вот тут скотч отлепился. Может быть, кто-то решит, что я тут какая-то дико агрессивная, злая сегодня. На самом деле я пытаюсь не уснуть. В общем, вот. Вот тут у нас бумажка. Ну, это типа как бы накладная. Заказ получателя номер такой-то, 29 апреля, как раз день рождения, моей подруги делала заказ. Ну, я как бы ее спросила, что она хочет. Ну, сказала, что я как бы тут собираюсь кое-что заказать себе. Может, ей что надо. В общем, интернет-магазин, доставка 261 рубля, 872 рубля, 35 копеек у меня вышел заказ. И такая фишка, раньше у них было, допустим, ну, еще год назад, вот на полторы тысячи делаете заказ, плюс все эти скидки по карте клиента. И бесплатная доставка. Давка. Теперь бесплатная доставка только за вычетом всех скидок и вот чистыми полторы тысячи у вас есть, потому что я микшировала так заказ, гляну, ну, как там выйдет эта бесплатная доставка. Вот набираете на кучу денег, у вас куча вот этих скидок с карты клиента, там, с бонуса или еще по какой акции списывается, и вот если голая сумма остается полторы тысячи, тогда у вас будет бесплатная доставка. Ну, а что мне столько всего не надо? Тут у нас уже индивидуальный предприниматель, совершенно другой, ну, как я уже и говорила. Ну, и что у нас? Тут гринмама, молочко для снятия макияжа, масло зародышей, пшеницы, ромашка 300 мл. То, которое я обозреваю уже вот несколько месяцев подряд в теме роликов «Мой уход на месяц». Это вот мне подруга похотела в подарок. Возможно, когда-то я ей дарила, потому что, как бы, я уже говорила, что таким молочком вот сама первый раз пользуюсь. У меня было таких два. Одну у меня как-то выбросили, другую я как-то подарила. Вот, видимо, это как раз тот случай, когда я подарила. Ароматическая ванночка для ног, яблочный уксус и чайное дерево, 250 мл. Это вот тоже ее та вещь, которую она у меня стабильно всегда раньше на Гринмаме, когда я делала заказы, покупала. Крем для ног, 24 часа ухода. Вот новинка. Ну, как бы оно вышло, может, месяца два или три назад, но у меня тогда... На тот момент у меня были крема от Багздрав, с которыми я сотрудничаю. Мыло гель для рук антибактериальное с маслом чайного дерева 300 мл. У них, по-моему, один в один было раньше от Дениса Зарнина. Ну, конечно, цена там была, вот на сайте там 200 с чем-то. И хоть у меня и по бонусам оно вышло чуть меньше, но, короче, до Дениса Зарнина оно было намного дешевле. Там даже флакончик такой, в принципе, как на сайте вот есть. Тут Гринмама. А еще у нас крем Аксфальван для лица 2, в одном кукуруза и расторопша 100 мл. Я его давно уже видела, он более поздний. Ну, допустим, сначала идет вот по новинкам. Жидкое мыло, потом вот крем для ног, там 200 мл. Кстати, вот этот крем для ног, там такой же крем для рук, но он был вне наличия. Ну, у меня, в принципе, сейчас есть крема для рук, там уже есть Гринмамовский, еще в запасе для очень сухой кожи рук. Ну, и вот последнее, я там на третьем месте по новости, это вот этот крем Аксфальант, еще из той же похожей серии, там такой черный дизайн, там есть патчи для лица, но я ими не пользуюсь, как бы я даже не догоняю, нахрена они. В общем, вот у меня на 872 рубля и 35 копеек. У меня очередная бушная бумажка есть. Мне положили в подарок внезапно. Я думала, босли в этот раз, подарок за заказ этот, ну, внештатный, который, как бы, видимо, своим древним клиентом, я с 2011 года с Гринмамой, с весны, ну, вообще с начала 2011 года. Мне тогда ложили три заказа подряд, тоник, который у меня уже заканчивается, будут, наверное, в пустых баночках майя-то, Гринмама чайный, пардон, морской сад, вот, который я обычно обозреваю в уходе своем. Вот сейчас это буду вот так держать для тех, кому вдруг не видно своих маленьких экранчиков телефона, возможности, допустим, приобрести компьютер или ноутбук по каким-то причинам нет, потому что я знаю, в России, в принципе, не настолько богатые люди, по большей части, живут. Не все могут купить мне в кредит, и не все могут даже в кредит себе что-то позволить, так что вот, то я держу эту маску. Ну, и мне вот тот тоник три раза дарили в подарок за заказ. Как-то у меня был в подарок за заказ вообще гамажик для лица, который я стабильно покупала раньше. В общем, я так понимаю, они тогда кидали вот продукты, которые вот ты часто покупаешь. Я тут лицо, наверное, свое загораживаю, ну, как бы слышно же, что я говорю. Вместо лица у меня будет вот это средство. А это средство я вообще ни разу не покупала у них. Маска-пленка для проблемной кожи, витаминная косметика, ромашка и подорожник с витаминами PP, KC, 75 мл. Green Nova. Круто, спасибо Green Mommy. Я вообще не ожидала на самом деле. Но правда она у нас, когда я сделала-то. Срок годности два года, дата изготовления. Ноябрь 18-го года, значит, 19-20-го. Мне это ноября 20-го года ее надо доделать. То есть, и ноября этого года. Но я надеюсь, что у меня все-таки получится это сделать. В принципе, у них срок всегда дается с запасом. Маска-пленка хорошо очищает, успокаивает проблемную кожу. Вместе с пленкой удаляет термирплесшие роговые клетки и активирует естественный механизм обновления эпидермиса. Использование маски-пленки способствует выравниванию тона и рельефа кожи. Цвет лица постепенно приобретает однородный привлекательный оттенок. Ну и тут экстракт ромашки, подорожника, витамины. Такой вполне хороший состав. 75 миллилитров. Изготовитель Арома Пром. По заказу Хелона. 3W GreenMama.ru Ну я читала вообще в сети многие вот эти всякие там были скандалы с GreenMama разного типа. И не только скандалы. Короче, это все одна и та же GreenMama. У них раньше были свечки в подарок приходили. Лавандовые. И там тоже была какая-то совершенно левая фирма, которая как бы обускала их специально для GreenMama. Ну как в Китае, допустим, делают что-то специально для какой-то фирмы по заказу. Или, допустим, какая-нибудь фирма, тот же Торжок, он делает, ну город Торжок, есть такой в Тверской области, который делает очень вкусное молоко. И вот это молоко также делает он для марки каждый день для Ашана. В общем, вот такая вот у нас масочка внезапно. Она мне в подарок за заказ совершенно неожиданно. Спасибо большое GreenMama. Спасибо, что цените своих клиентов, топных, как я, вот таких древних. Даже если я уже редко делаю заказы, раньше я очень много денег GreenMama оставляла на заказах. В общем, тут она не зафольгирована, но у нее так вот сделано, что вот дернешь за веревочку, и оно откроется. Я, правда, всегда геморилась с этими масками и пленками. Я помню, у меня какая-то маска, пленка от GreenMama была, я заколебалась ее снимать. Мне еще до все время ее не получалось так вот одним движением. Мне всегда надо было как-то доснимать кусочками. Вот. Так, тут у нас GreenMama крем для ног, 24 часа уход, мочевина, бетаин, миндальное масло, африканское карите, фудкрем, ноль парабенов, красителей, минеральных масел. Слушайте, удобный такой флакон, он большой. Я сначала думала, что у них гокос, допустим, под тот же Bugs Drugs, где вот 330 рублей 50 миллилитров такие вот малюсенькие. А тут у нас оказалось вообще 200 миллилитров. Я тогда что-то увидела, когда первый раз у них новинка вышла, мне на мыло приходит рассылка до сих пор. Я еще подумала, ну, в принципе, чего. Ну, смотрите, короче, тут, в общем, 400 с чем-то рублей, я честно не помню тут у меня, потому что уже указано со скидкой. Цена, ну, там 406 или 410 рублей, что-то такое, за 200 миллилитров вполне себе нормально. Посмотрю, как он будет в действии. Похожая крышечка, вот этот дозатор, как в Акздраве. 6 месяцев после вскрытия. Но у меня пока еще есть Гринмамовский крем, я как бы его хотела попробовать, но и пока он пойдет в запасы. Плюс у меня еще есть крем от Эйвен, от подписчицы Лёли. Очень хороший, ночной, но он, в принципе, такой, я его пользую, как универсальный. Что у нас тут? Очень даже неплохой состав. В принципе, как свойственно для Гринмамы. Он сделан у нас в марте этого года два года срока годности, 6 месяцев после вскрытия. Крем для ног, 24 часа уход. Если вам хочется более подробную информацию, я сейчас зачитывать не буду, я просто ссылку на Гринмаму дам. Ну и вот поищите этот крем там и почитайте. Вот тут в отдельном пакетике, за что люблю Гринмаму, они вот очень часто все свои продукты делают в отдельных пакетиках, кладут. По старой еще памяти. Другая немножко упаковочка, ну в смысле крышечка, не очень привычная, давно такое не покупала. Я раньше ее тоже себе брала, но по большей части Маша заказывала себе или своей маме. Это Гринмама, формула тайги. Ароматическая ванночка для ног, яблочный уксус и чайное дерево. Сейчас этот пакетик удалю. У меня есть колярный пакетик. Ну и за счет такой вот хорошей упаковки, оно даже если вдруг прольется по какой-то причине, там как-то некомфортно, пусть ее, допустим, потаскала, да, покидала, то это все прольется исключительно в пакетик. Плюс тут еще скотчем залеплено, так что оно уже не откроется само. И немножко, как бы раньше у них был более темный пластик, сейчас вот он зелененький, такой ближе к зеленому, да. Шесть месяцев после скрытия до марта 22-го года, в феврале 20-го он сделан. В общем, отличная вещь, на самом деле, как бы, я делаю себе, когда вспомню, ванночки для ног, просто с чайным деревом или еще с чем-то, там, с солью для ванн, но если не охота геморриться и вот так вот пару колпачков на 3 литра воды, насколько помню, нет, на 5 литров воды рекомендуется 3 крышечки геля в теплой воде развести до пенки и погрузить ноги на 10 минут. В общем, многие скажут вам спасибо. Вот мои подруги очень нравятся. Это вот тоже лежал сам по себе, как бы без пакетика Green Mama крем-оксфолиант 2 в 1 для лица. Крем-оксфолиант 0% минерального масла силиконов и красителей. Это микронизированная пудра кукурузы с алантаином, окопником и расторопшей. Но оно не зафольгировано никак. Ну, как я читала в отзывах, там, как бы идет у кого зафольгировано, у кого просто туго открывается, вы первооткрыватели. И оно у нас до какого хоть тут. Так, оно в декабре 2019 года создало, в принципе, ну, можно сказать, недавно и тоже 2 года после вскрытия. Раньше у них, по-моему, 3 писалось, 6 месяцев после вскрытия вообще. И как бы я читала отзывы на него, и хорошие, и плохие, и нейтральные такие, но вот решила все-таки попробовать. Нет у нас, что, кукуруза и расторопша. Вообще, мне нравится расторопша. Я иногда волосы раскачиваю, иногда в какие-нибудь сборы чайные добавляю. Его можно использовать как экс-волиант, ну, в смысле, как скраббик, можно как маску даже использовать. Ну, то бишь, в любом случае его надо смывать. Как бы у меня, не поверите, все еще совсем чуть-чуть, хоть он уже был месяца 2 назад в пустых баночках, но я как-то его редко допользовала. И когда выдавливала, думала, ну, все, последний раз там еще немного осталось. Скраббик от Багздрав, который у меня был вот в первой моей посылке общения с ними, скажем так, сотрудничество Багздрав. У меня там еще чуть-чуть осталось их скраббика. когда он закончится, я буду вот этой штучкой пользоваться, ну, и, соответственно, о пустых баночках, конечно, расскажу, но если кому интересно мнение, дайте знать, я потом просто делаю на него отдельный обзор. Ну, и последняя, вот тут коробочка. У меня есть коробочка, может, туда залезет код, а может, я туда бумажный мусор буду вкладывать. Это вот вторая часть заказа, которую я именно за подруги делала, и то, что для себя. По-моему, такой же точно флакончик, дозатор, вот более светлый, может, пластик коричневый, чем вот у меня. Сделано в феврале 2020 года, два срока годности, шесть месяцев после вскрытия, молочко для снятия макияжа, масла зародышей, пшеницы и ромашка. Как я говорила, вот такого молочка очень надолго хватает, оно довольно экономичное, хорошо удаляет макияж, но вот это у меня подруга как раз его выбрала. Еще один халявный пакетик. И вот здесь у нас мыло Ельдорук антибактериальное с маслом чайного дерева. В апреле этого года сделано, совершенно недавно, можно сказать. Вот она как раз новинка апреля была. И два года срока годности, 300 мл, шесть месяцев после вскрытия, Гриннова. Гринмама мыло Ельдорук. Лесовый гель Пурлеме. Антибактериальное масло чайного дерева. Такой вполне себе хороший дизайн. Удобный дозатор. Я буду им с удовольствием пользоваться. В принципе, за этим и покупала. У меня как бы есть кусковое мыло и практически все. Оно от подписчицы Лёли, за что и спасибо. Но мне иногда хочется вот именно жидкое. Иногда удобно. А еще иногда вот у меня эти ногти быстро растут с момента, как я ветренкой заболела. Но иногда они росли. Вот в прошлом году весной я три месяца ела пюрешки витаминные, фруктовые, чтобы у меня снова ногти нормально были. Но по большей части они у меня быстро растут. Буквально за неделю снова вырастают, если там вот так только обстричь чуть-чуть. И иногда в них вот это мыло кусковое забивается. Очень не очень удобно. Иногда приходится вот как-то его выскапливать. Воды много тратить со временем, соответственно. Ну и настолько, конечно, много, но иногда удобнее. Вот нажал и помыл ручки. Если вам интересно мнение чисто об этом продукте, дайте знать в комменты. Я о нем постараюсь снять отдельный ролик. Со всеми-всеми этими нюансами, типа удобно ли мылиться, пениться и тому подобное. Вот такой у меня заказ был Гринмамы. Внезапно, помимо скидки по карте клиента 15% потом попала под акцию как раз, когда покупали это мыло, то до определенного срока, я не помню, по-моему, до 5 мая уже как бы прошла акция 30% на всю корзину Гринмамы, если покупаете мыло, плюс еще код бонуса вообще на 15% скидку. и весок даже внезапно вот снова подарок за заказ. У них раньше был подарок за заказ, если оплачиваете онлайн, ну, допустим, Яндекс деньгами, то помимо, кстати, сейчас тоже такое есть, до 10%, по-моему, процентов возвращаются на счет, если оплата онлайн идет, как этими баллами можно потом оплатить часть заказа, ну и, соответственно, еще была такая фишка, что давалась какая-нибудь подвесочка в подарок за заказ, либо вместо подвески был крем-дорог 50 мл для очень сухой кожи рук. У меня такой есть 100 мл, и я его уже обозревала в своих заказе, и в подобной уходе на месяц был как-то. Так что, вот, вполне себе выгодная покупка, я считаю, даже вместе с заставкой 872 рубля с копейками, учитывая, что тут еще как бы средство вот такое в подарок. Так что, если вам нравится натуральная косметика, и да, это чисто за мои деньги, это не на обзор, я писала все время Green Mami с предложением сотрудничества, но меня проигнорили, хотя с ними уж их клиент довольно давно, но то, что они кидают в довесок какое-то средство, тоже вполне неплохо. Так что, люди, это чисто за мои деньги, это не реклама. Но если вам нравится натуральная косметика, то я вам советую Green Mami, потому что на самом деле очень хорошая на самом деле. по большей части я, конечно, не все продукты у них пробовала, но большинство из тех, которые я пробовала, они мне понравились и подходят. Очень классная косметика. Всем спасибо за просмотр и пока!